Здравствуйте, уважаемые саровчане! На сегодняшнее утро, 17 июня, общее количество заболевших нарастающим итогом 322 человека, и это плюс 15 новых за истекших два дня. 110 выздоровевших – это еще плюс 10 человек, если мы о 100 говорили с вами. По-прежнему госпитализировано 44 человека, 34 из них у нас в клинической больнице и 10 человек в Нижнем Новгороде. Среди наших госпитализированных 12 человек средней тяжести, в Нижнем Новгороде двое тяжелых и пять средне-тяжелых. Все остальные и на дому, и в больницах остальные протекает заболевание в легкой форме. Плюс к ним еще 175 человек находятся на карантине. И, конечно, основные вопросы у нас касаются как раз вот этой вот статистики, почему она такая неравномерная, почему анализа выполняется разное количество, почему у нас то 0, то 15. Я напоминаю, что заболеваемость у нас в основном с вами вытекает из основных двух источников. Первое – это те лица контактные, которые дома сидят на изоляции, и их периодически по срокам, которые определены законодательством, проверяют, и некоторые из них переходят в больные. Это одна категория. И вторая категория – это те, кто заболевает самостоятельно, не сидя дома на изоляции предварительно, и вызывают врача на дом. И вот как раз количество анализов, оно и зависит именно от этих двух факторов. И новых заболевших, соответственно, тоже. Вспоминаем, что с 12 по 14 мы все были с вами на праздниках, и на праздниках это всегда так было, даже во времена больших наших вспышек гриппа ОРВИ, различных наших здесь локальных эпидемий, не говоря уже о пандемии. Ситуации всегда одинаковые, люди всегда одинаковые. Врача вызывают на дом в праздники и выходные дни, только когда совсем все плохо. Если все более-менее, тянут и вызывают в первый рабочий день. Вот ровно это мы с вами наблюдали 12-14 июня. Более того, у тех людей, которых мы взяли как контактных в эти праздничные дни, мы их найти для того, чтобы у некоторых взять анализы, не смогли. То есть те, кто не на изоляции, те, кто не под постановлением, эти люди отдыхали свободно, погода позволяла это делать, и мы этих людей не нашли. Анализов было, соответственно, сделано мало. Новых заболевших тоже было мало, потому что они к врачу не обращались. Вот вам и это проседание. Но на самом деле оно нас с вами не отвлекает от общей картины. Мы совершенно четко видим, что все равно в среднем где-то в районе 15 человек у нас ежедневно новых добавляется. Ничего не меняется. Эпидемический процесс вышел на какой-то вот на сегодняшнее понятное нам пока оплата. При этом мы видим, что эти новые заболевшие заносят заболевания в рабочие коллективы. Значит, занос, то есть успел человек, уже будучи больным и уже заразным, выйти в рабочие коллективы. Но не все такие выходы сопровождаются вспышечной, или, как мы говорим, групповой заболеваемостью среди работающих. И это все зависит совершенно напрямую от того, как используются все известные нам меры профилактики. Сейчас мы расследуем еще две групповые заболеваемости к тем двум, которые у нас уже в Сарове были. У меня пока результатов нет, но там тоже совершенно четко видно, что в течение одного инкубационного периода люди вместе работающие, находящиеся близко друг от друга, заболели. А это однозначно. Не требуется никаких доказательств. Значит, не использовали средства индивидуальной защиты или использовали их только на работе, потом вместе выходили. Как правило, это бывают места, где вместе курят, где вместе пьют чай, вместе идут на работу или с работы очень общаются, вместе едут на машине, в машине снимают маски. И второй момент – это передача документов без уже перчаток. Если про маски мы говорим, когда работа идет ближе полутора метров друг к другу, то там, где работа сопровождается передачей большого количества документов или иных предметов, то, конечно, нужно обязательно соблюдать еще и перчаточный режим. Поэтому для нас сейчас это задача номер один. При том уровне заболеваемости, который есть, чтобы вспышек не было, чтобы мы спокойно уходили, и чтобы у нас не возникало карантинов в организованных коллективах, для этого нужно еще раз соблюдать вот эти меры безопасности. Напоминаю, что у нас готовятся все службы, не только рабочие коллективы, где каждый работодатель должен обращать на это внимание. У нас сейчас на это обращают внимание и органы, которые проверяют все это. У нас будут создаваться комиссии, и сейчас указами губернаторов такие мероприятия продумываются, каким образом будет проводиться проверка этого масочного и перчаточного режима в подразделениях. Но в любом случае я хочу сказать, что уже мы более строго будем подходить к тому, если вспышка произошла в коллективе, и в том числе работодателя будем привлекать к тем или иным видам ответственности. Но хочу сразу и заверить всех, что у нас и койки медицинские готовы для новых больных. Многие переживают, что больных становится много и что их не кладут в отделение больницы только потому, что койек не хватает. Нет, заверяю вас, что кроме 50 развернутых уже ковидных койек, и к ним еще 40 инфекционным подготовлены и оснащены на сегодняшний день еще 40 койек. Поэтому и все анализы, и вся госпитализация, вся маршрутизация больных рассчитана не от количества койек, а от того, в каком состоянии и в какой форме протекает заболевание. Товарищи, в этом плане можете абсолютно быть спокойными. Но про анализы сразу еще хочу сказать, что все равно они делаются четко по показаниям и не просто так всем желающим. А если у нас есть желающие, то напоминаю, что на платной основе у нас сейчас в городе делают анализы, причем и ПЦР, то есть на коронавирус, и ВФА, то есть на антитела уже к этому вирусу, делают три лаборатории. Лаборатория клинической больницы, она дополнительно к бесплатным анализам имеет возможность еще до 40 анализов делать платных в день. И у нас продолжают работать Гейма-Хелп и Инвитро, которые тоже выполняют эти же анализы на платной основе. Теперь я возвращаюсь к тому, что у нас есть вопросы отдельные по моему прошлому выступлению, по объектам спорта. По объектам спорта еще раз хочу сказать, что ограничения, которые были с них сняты, они были сняты только для тренировок спортсменов и спортивных клубов, потому что после выступления пошли вопросы, почему нас не пускают в спортивные сооружения заниматься. Пока на первом этапе это только так. По карантинам тоже задают вопросы. Вчера меня спрашивали по Дивеево. Мы тоже все ждем, когда в Дивеево наконец-то будет снят карантин. Но на сегодняшний день он пока еще не снят. Снят в Иксе, снят в некоторых других населенных пунктах. И всего у нас в Нижегородской области карантин остался в трех населенных пунктах. Павлова, Дивеева и Кулебаки. Это единственные три населенные пункта, из которых сейчас приезд в город просто должен быть однозначно запрещен. Те данные, которые мне вчера передавали, а у меня есть звонки, как и открытые, так и анонимные, по поводу того, что из этих пунктов в город продолжают жители этих населенных пунктов нам приезжать. Пожалуйста, вся эта информация в полицию. Полиция их отрабатывает очень эффективно и очень быстро. Это все по 0,2. Еще хочу сказать, что у нас продолжаются вопросы по лицам, приезжающим из неблагополучных районов. И если раньше Российская Федерация действительно четко была распределена на неблагополучные и благополучные районы по COVID-19, то сегодня коронавирусная инфекция захватила абсолютно всех. Но, правда, при этом есть, конечно, карантинные зоны, о них мы уже поговорили. Есть те, кто находится в режиме повышенной готовности, а есть те, кто уже выходит на первый, а некоторые в Российской Федерации уже на второй этап. Но, тем не менее, мы считаем, что в целом ситуация, во всяком случае, в регионах, которые нас окружают, она примерно одинаковая. Поэтому, приезжая оттуда, мы все равно продолжаем работать, и мы продолжаем работать, соблюдая средства индивидуальной защиты. Я специально принесла свою маску. Я поступаю всегда без маски, но на самом деле, товарищи, я работаю в маске, и я прекрасно понимаю, что в наше время и с уровнем наших контактов на работе мы совершенно спокойно можем заразиться, если этих средств не использовать. Поэтому показываю специально, как ее одевать лишний раз для того, чтобы не видеть вот того, что я чаще всего вижу. Значит, одеваем обязательно таким образом, чтобы она закрывала и нос, и рот, да, и на подбородочек, и на нос. На носу обязательно делаем таким образом, чтобы воздух не ходил вдоль щек и не выходил ко глазам. И людям, которые так же, как и я, носят очки, еще периодически очки специальными влажными или дезинфицирующими салфетками протираем. В течение дня эту маску нужно менять. Если вы бываете и часто работаете в местах, где большое скопление людей, то это максимум два часа. Если это небольшой круг, то, тем не менее, как минимум две маски, то есть до обеда и после обеда, это как минимум в течение дня. И, конечно, если вы касаетесь руками наружной части маски, то эти руки потом нужно мыть обязательно, дезинфицировать, не касаться ими слизистых, не лазить под маску, чтобы что-то подправить или каким-то образом. Уж тем более их нужно мыть обязательно перед едой. Еще хочу сказать, что кроме правильного ношения масок, я напоминаю, что нужно и правильно носить перчатки. Перчатки тоже. Если они тряпочные, значит, их нужно в ежедневном режиме стирать, проглаживать. Если это перчатки латексные или резиновые, значит, их нужно промывать и снаружи обрабатывать любым имеющимся у вас антисептиком. То есть, иначе они просто теряют смысл, эти наши средства защиты. И тогда человек, который носит такую маску по пять дней подряд, да еще без конца ее снимает, одевает, в карман засовывает и снова на себя одевает, он рискует таким образом сам себя заразить в какой-то из этих моментов. Поэтому я желаю вам использовать все средства очень эффективно. Желаю вам здоровья и до новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...